Девушки отдыхают Страна зарабатывает на въездном туризме Мировые лидеры туризма Люди, которые посмотрели весь мир Они просто в восхищении Когда они приезжают в Москву, они говорят Боже мой, какая красота, какой очень восхитительный город Произошло смещение в сторону азиатских, ближневосточных стран И мы готовимся к адаптации турпродукта К адаптации оказания услуг именно для этих категорий Здесь две проблемы, как правило Это визовый режим и стоимость билета Рынок въездного туризма в России пока не очень развит Всего в стране свыше 4,5 тысяч туроператоров Но компаний, которые серьезно работают с иностранцами В России пока немного По-настоящему возят гостей лишь около 3% Крупных компаний, которые занимаются визным рынком Порядка 20 до сотни, наверное, мелких компаний, раздробленных Которые находятся и в регионах России и территории больших городов Тем не менее, количество иностранцев Которые приезжают к нам отдохнуть стабильно растет последние три года Сколько конкретно они тратят в России, точно сказать нельзя Всемирный совет по туризму и путешествиям подсчитал, что вся индустрия Пополнила в прошлом году экономику России более чем на триллион рублей Не все участники рынка согласны с таким подсчетом Точной статистики в отрасли нет Но примерное распределение этих денег соответствует географической специфике Самой большой страны мира На первом месте транспортные расходы Дорого ли? В плане транспорта – да Авиабилеты весьма дорогие Именно гости из Поднебесной за последние три года Вырвались на первое место среди въезжающих в Россию В 2016-м 890 тысяч человек Прогноз на нынешний год – более миллиона Во многом это произошло благодаря упрощению визовых процедур для граждан КНР Теперь для получения разрешения на въезд китайской туркомпании Достаточно за пять рабочих дней до вылета подать список группы в российское консульство Иероглифы на ценниках рыбных и ювелирных магазинов Сегодня можно увидеть и во Владивостоке, и в центре Москвы Трендом 2017-го для гостей из Поднебесной стал так называемый «красный туризм» Китайцы чтят Ленина Поэтому в год столетия революции с утроенным интересом посещают города Где вождь пролетариата родился, учился и работал Классический красный маршрут – это Ульяновск, Казань, Санкт-Петербург и Москва Впрочем, значительная часть денег, потраченных китайцами в России, возвращается на родину Магазины, экскурсионные бюро, автобусы и даже рестораны, где обедают группы Очень часто принадлежат китайским предпринимателям Китайские туристы прилетают сюда в основном на китайских авиалиниях Их встречают здесь китайские автобусы с уже китайскими водителями Они едят в китайских ресторанах Они тратят деньги в сувенирных магазинах, которые принадлежат большинстве своим китайским гражданам В основном эти магазины по продаже янтаря Поэтому китайцев приезжают много Вопрос в том, сколько они оставляют в экономике нашей страны В отрасли считают, что ситуацию необходимо менять Поток туристов из Китая будет расти по объективной причине увеличения благосостояния восточного соседа Впрочем, возможности для развития существуют не только на Востоке Несколько лет назад Российский Союз Туриндустрии и Торгово-промышленная палата Добились изменений в законе о въезде для пассажиров круизных судов Теперь туристы с паромов и лайнеров могут сойти на российский берег без виз на 72 часа Больше всех от этого выиграла северная столица То, что мы сделали такой безвизовый режим для круизных лайнеров Увеличило поток туристически сразу на полмиллиона человек Но это было в прошлом сезоне Я думаю, что в этом сезоне это будет гораздо большая цифра Наталья Андронова организует морские круизы Еще будучи студенткой, она увидела огромный многоэтажный лайнер И поняла, что это ее судьба Компанию открыла в конце 90-х Теперь Наталья не просто гендиректор крупнейшего круизного оператора Но и вице-президент Всемирной туристической организации Именно она стала инициатором еще одного нововведения Электронных виз С 1 августа нынешнего года в экспериментальном режиме запущена новая технология Она позволяет иностранцам подавать документы через интернет И получать электронное разрешение на въезд Без какой-либо отметки в паспорте В идеале человек должен взять, загрузить на свой мобильный Свои документы, переслать их в МИД Через какое-то время опять же получить на свой мобильный Или там на свой любой компьютер Удостоверение, что вот его виза, пожалуйста Тестировать технологию будут около года Правда, пока только во Владивостоке Но эксперты говорят, что приморская столица может стать у туристов из Азии Не менее популярной, чем Петербург Поток китайских туристов, отправляющихся в Японию И японских туристов, отправляющихся в Корею и Китай Он неизбежно будет проходить через Владивосток В зависимости от результата, возможно, опыт перенесут на всю Россию Впрочем, одного лишь упрощения визового режима Для увеличения количества туристов недостаточно У России огромный нереализованный потенциал Для привлечения активных путешественников, считает Хелен Кларк Она работала премьер-министром Новой Зеландии два срока С 1999 по 2008 годы За это время страна увеличила приток туристов более чем на 30% Сейчас на 4 миллиона жителей Новой Зеландии Приходится почти 4 миллиона иностранных гостей ежегодно Выйдя в отставку, Хелен Кларк сама занялась активными путешествиями В этом году вместе с мужем они проехали по Транссибу От Иркутска до Москвы В России совершенно необходимо развивать туризм в регионах У вас потрясающе красивая страна Надо стимулировать развитие мелких гостиниц, ферм, где можно остановиться В России огромные возможности для организации активного отдыха Горные походы, рафтинг и многое другое Что обязательно заинтересует молодых путешественников Ну, знаете, которые на несколько десятилетий моложе нас с мужем Именно такой тип туризма оставляет больше всего денег в местной экономике В этом уверены и российские туркомпании Но привлечение гостей – непростая задача Информации о нашей стране за рубежом не хватает Поэтому два года назад Россия стала открывать национальные туристические офисы Проект назвали «Визит Раша» Сегодня работают уже 13 таких центров Это результат частного государственного партнерства Инвестиции окупаются Мы являемся основными инвесторами этого проекта в Юго-Восточной Азии Этот офис был открыт И с момента того, когда он был открыт в апреле прошлого года У нас прирост туристического потока примерно 35% Такой вид туризма сейчас набирает популярность Иностранцам нравится возможность увидеть не только Москву и Санкт-Петербург Ваши культурные особенности Такие, как танцевальные коллективы в Костроме Красиво И в нескольких местах, где мы были Люди пели акапелла Невероятные голоса Еще один способ привлечения путешественников И увеличения выручки Система «Такс-фри» То есть возврат налога на добавленную стоимость При выезде из страны Метод доказал свою эффективность Есть шанс, что он появится и в России Сначала в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи Сейчас у нас в таком пилотном режиме Несколько регионов будут работать Но если это получит более широкое распространение Я думаю, что мы и товарооборот здесь Достаточно серьезно можем нарастить За счет приезжающих туристов В следующем году Россия встречает Чемпионат мира по футболу И иностранных гостей будет ощутимо больше Чтобы они увезли хорошие впечатления И посоветовали друзьям поездку в нашу страну Важно сделать их визит комфортным По мнению Хелен Кларк В российских городах для этого не хватает Понятной навигации на английском языке Человек не может выучить новый язык Перед поездкой Тем более с другим алфавитом Мои рекомендации мэриям городов, где пройдет чемпионат Сделать понятные надписи на английском Люди приедут с большими ожиданиями Для многих это будет первый визит в Россию Сделайте их передвижение по городам Настолько легким, насколько это возможно По оценкам участников отрасли Чемпионат может привлечь до полутора миллионов Иностранных болельщиков Это станет настоящим стресс-тестом Для российских гостиниц, аэропортов и ресторанов И если отечественная инфраструктура Пройдет испытания успешно У въездного туризма появится новый Бизнес-вектор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова